Есть несколько мест, давайте вы спуститесь и сядьте, потому что концерт долгий, вы устанете. Садитесь, проходите, пожалуйста. Здесь очень удобно. А вы на ступеньках сидите, да? Нет? Да-да-да. Продолжая тему русскоязычных поэтов Израиля, поверьте мне, в этой стране не рифмуют только птицы. Все остальные рифмуют. Продолжая тему Израиля, хочу вам показать трех поэтов. Первая – это романс на стихи Рахиль Боумволь. Одна из последних, кто писала не только на русском, но и на идиш. К сожалению, она скончалась в 2000 году. Романс на стихи Рахиль Боумволь называется «Два белых домика». Два белых домика стоят у моего окна в лощине. Над ними синий воздух стынет, за ними гурби близких ряд. Я сотни перьев изломаю, свои порастеряю дни. И никогда я не узнаю, чьей жизнью полнятся они. Лишь беглой мыслью их коснусь я, как наплывут мне на глаза. Толь Украина, толь Белоруссия. Два белых домика, коза. Два белых домика в Казани. Два белых домика в Крыму. Простых, без всяких притязаний, но милых к сердцу моему. Я словно оглянусь, забуду, выискивает тщетно суть. Но все подвержены мы чуду когда-нибудь и где-нибудь. Года раступятся, как тени, и будут пред окном опять. В необходимом отдалении два белых домика стоять. Года раступятся, как тени, и будут пред окном опять. В необходимом отдалении два белых домика стоять. Года раступятся, как тени, и будут пред окном опять. Борис Камьянов Человек очень необычный, человек, который уважает субботу, уважает русскую водку и человек, с которым всегда интересно. Борис Камьянов Повинциальный городок, где люди нечисто любивы, гостеприимны и просты, И мировых скорбей чужды, где нет больших очередей. И как ни странно, вдоволь пива, где в жизни озарений нет, но нету и большой беды. Повинциальный городок, мирок живущий в полнакала, Ты сам не знаешь, как ты прав, что не копируешь столиц, Где каждый одинок в толпе, где счастья и свободы мало, Где можно отдохнуть душой, лишь в белой тишине больниц, провинциальный городок. Я блудный сын твой в этом мире, я полномочный твой посол, Твой благодарный иудей. Как славно приезжать к тебе, причать на подобревшей лире, И пить прохладное вино в кругу застенчивых друзей, И пить прохладное вино в кругу застенчивых друзей, Провинциальный городок. Еще один мой очень близкий друг, Владимир Самойлович. 91-й год, он уехал из Донецка, Бросив незащищенную диссертацию в области строительства атомных электростанций, Что-то было такое. Попомнив ряды этой великой альи, великой миграции еврейского народа 91-92 года, Человек чрезвычайно умный, молчун, но если начинает говорить, То значит он в курсе этой темы на 110 процентов. Лучше ему не беречь, потому что он не говорит о том, чего не знает. Лучше все он разбирается в трубочном табаке и в виски. Спасибо.